вуаля 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 мои друзья в одномоторнике вуаля в общем вот лодка все что получилось но правда здесь ничего не изменилось вот таком состоянии это лодка к нам приехала единственно что здесь было полностью разбито стекло но сейчас все по очереди будем рассказывать показывайте прочее на самом деле лодка это 2013 года мне кажется это действительно шедевр и хотелось бы в первую очередь увидеть ваши комментарии на тему того что что вам понравилось что не понравилось чтобы вы хотели бы изменить например или какие моменты мы упустили в нашем сервисном центре конечно мы смогли воплотить в рамках времени и даже бюджета конце концов не все то что планировали именно тем не менее не судите нас строго все-таки давайте смотреть и разбираться и так еще раз лодка пришла вот такой декоративной наклейки очень классно лодка 2013 года у этой лодки был уже несколько хозяев и по моему личному мнению эту лодку просто напросто насиловали все это время она жила на воде и основной задачей для изменения этой лодки была ее подготовка именно к спортивной рыбалки что под собой подразумевает именно спортивная рыбалка в нашем понимании во первых это максимально удобная задняя платформа которая существует на текущий момент на спортивных рыболовных корпусах это удобно передняя платформа это нормальное комфортное сиденье амортизационное сиденье амортизационное решение это удобная консоли это высокое ветровое остекление это в конце концов место для хранения спиннингов и сейчас мы вам все это будем показывать как мы это реализовали в это лодку еще раз прошу вашу вас учесть то что эта лодка изначально было двухконсольный то есть носовой передней палубы фиш палубы не было она создавалась нуля кормовой палубы не было был диван никаких систем хранения для спиннингов тоже не было и вот это все мы сделали в нашем сервисном центре с помощью наших инженеров погнали какие изменения коснулись носовой части многие владельцы лодок волжанка и в принципе других лодок сталкиваются с такой проблемой что у них идет пока ты нос если издалека смотреть на эту лодку это очень видно это очень заметно как раз с этой части и когда людям не знаю устанавливают носовые электромоторы электронные якори как и электрический якорь как по-разному зывать компания там у торгает минкота либо garmin этот электромотор опускается не под углом 90 градусов он начинает опускаться по достаточно острым углом для того чтобы компенсировать и убрать вот эти неправильные силы и повысить эффективность работы носового электромотора несколько лет назад мы на лодке волжанка придумали в принципе клиновидную площадку в данном случае вот он эта площадка компенсирует угол наклона выпрямляет мотор который теперь лежит в горизонте тем самым обеспечивая угол опускания мотора к воде в районе 90 градусов понятное дело что в любом случае будет это зависеть от нагрузки в лодке от дифферента на корму и так далее и тому подобное но вот данная установка электромотора является более правильной причем эта установка нужна на лодках волжанка размера 51 53 55 57 вот все что это нужно где идет такой достаточно сильно пока ты нос на современных лодках уже этого нет поэтому в принципе данное решение наверное не актуально на современных лодках я имею ввиду серии например fish pro либо серия волжанка 4650 как сказал ранее эта лодка была двухконсольная bowrider и для тех кто это не знает что из себя представляют эти лодки небольшой экскурс здесь был проход до передней части и относительно консолей левой и правой консоли были обыкновенные сиденья настоящий момент здесь некой fish платформа организованные сваренная с нуля сделаны комминсы но свой рассказ и про переднюю платформу я хочу начать вот такого маленького рудучка в принципе вещь иногда нужно иногда не очень нужны но тем не менее сюда всегда что-то можно убрать вся передняя палуба обтянута синтетическим ковром синтек туда можно убрать в этот рундук какой-то якорный канат какие-то вещи это необходимые или там столь неважные запасной якорь в конце концов можно что-то сложить рундучок свободный плюс ко всему есть доступ к электромотору с обратной стороны например если вы снять либо что-то опять же повторюсь положить доступ к электрике здесь организована установка розетки для камеры gopro либо какой-то action камеры снимать спортивные достижения данной команды далее мы организовали на этой передней палубе следующий функционал сделали два симметричных рундука и сделали центральный рундук вот эти симметричные рундуки во-первых поставили фурнитуру американской компании перка ручки плюс ко всему рундуки изнутри обшили материалом это уже не синтек чуть чуть попроще материал нетканное покрытие организовали в этих рундуках комминсы для того чтобы вода попадающий на палубу сливалась и далее с помощью водоотводной системы попадала в трюм и дальше откачивал с компом с обратной стороны также все обтянули синтеком полы пайолы обтянули моредеком получилось очень красиво самое главное что функционально практично это очень важно борта мы зашили также покрытием типа синтек здесь положили декоративную пленку достаточно красивую чтобы убрать старый уже окислившийся алюминий потому что заказчик не пожелал перекрашивать лодку хотя в принципе это было бы возможно и вообще в дальнейшем мы будем показывать определенные узлы у нас будут использованы декоративной накладки как раз с карбоновой пленкой из сэндвич материала которые придают определенную гармонию и в общем то такой стиль в этой лодке черно-серебристый очень красиво получилось на самом деле в живу смотрится это прям вот феерично но пошли дальше из-за того что поменяли стекло но об этом чуть чуть позже нам пришлось сделать заново вот такую дверцу калиточку реализовали ее из понятное дело алюминия поставили небольшой магнитный замок и когда вы ее открываете у вас организуется доступ как раз к рудуку для спиннингов такие решения мы уже делали ранее на лодках рыболовных тем не менее здесь положили также отбойник который позволяет в меньшей степени проникать в воде в центральной ковпу вот рундук для пяти спиннингов не очень большой спиннинги можно хранить скажем так в половинчатом состоянии когда у вас они не полностью разложены но тем не менее по заказу здесь порядка двух метров как раз получается и сюда сложенном состоянии по месяца абсолютно спокойно трехметровый спиннинг количество до пяти штук что из интересного еще есть в этом рундуке здесь перегородка которую можно аккуратно и быстро достаточно демонтировать она снимается аккуратно и есть фальшпол который мы можем поднять и там у нас стоят аккумуляторной батареи две лиферные аккумуляторной батареи для питания электромотора плюс здесь установлен размыкатель предохранитель тепловой и также установлено зарядное устройство проспорт с дополнительной вентиляцией в общем то все сделано по уму все хороший большой узел который в общем-то достаточно спрятан сделан аккуратно который можно хранить спиннинги коробки какие-то вещи необходимые вам на рыбалке водительская консоль претерпела следующее изменение понятное дело что так как лодка 2013 года состояние было ее удручающе и частично даже эти боковые площадки они шли из алюминия с чечевицей ну зрелище честно говоря представляла так себе плюс ко всему конечно это было разум разломано и так далее и тому подобного ужасно настоящий момент есть определенные накладки декоративные которые мы обтянули перетянули в материал карбон плюс ко всему поменяли электрику кстати хочу отметить что в этой лодке поменена абсолютно полностью электрика фактически лодку взяли полностью выкинули всю нутрянку и сделали с нуля плюс ко всему сделали дополнительные кронштейн крепления для рулевой системы рулевого редуктора поставили батарею кнопок для управления аэратором водоотливными помпами и прочее здесь разместились приборы управления двигателем в данном случае suzuki 140 лошадиных сил и приборы эхолокация лауренс hds-12 dragonfly семерка стандартные приборы которых улюбились уже очень многим рыболовым спортсменам в принципе людям увлеченной рыбалкой связи с тем что эта лодка была перепрофилирована с прогулочной в рыбацкую то стоявший здесь магнитола в общем-то ушла в небытие соответственно поменяли накладки поставили ручку страха убрали страшные места те же самые под накладки обтянули карбончиком красиво ну в общем-то лодка приобрела немножко другой вид самое главное что здесь все это модернизировали убрали и теперь место есть под установку третьего прибора при необходимости либо дополнительно вспомогательного оборудования который нужен в конце концов можно здесь делать даже и перчаточный ящик бардачок для каких-то вещей честно говоря не хотелось бы показывать как это ужаса нашего городка но тем не менее придется сделать определенную ставку в это видео и показать то каком состоянии вообще это лодку пришла сегодня у нас заехал сервисный центр очень интересный проект мы начинаем его съемку сейчас покажу что за лодка модель ее это волжанка 57 судя по вину который расположен на этой лодке значит она 2013 лет 2011 года будем делать в этой лодке заднюю фиш платформу раз будем создавать сейчас это лодка которая была с задним диваном до без аэратора будем делать заднюю фиш платформу раз будем делать аэратор 2 будем делать переднюю фиш платформу 3 будем менять стекло будем ставить эхолокационное оборудование соответственно возможно дополнительные какие-то работы двигатель здесь suzuki 140 лошадиных сил но самое интересное сейчас мы вам покажем чуть чуть попозже потому что лодки в тринадцатом году производились как оказалось на заводе волжанка вот по такой технологии сейчас будем постепенно разбираться смотреть как чё куда и прочее будет очень интересно давайте так ну начнем осмотр на самом деле вот так вот с внешне то есть здесь конечно лодка это не новое понятно да то есть еще старюсь 2013 год наклейка на борту ребята занимаются гайдингом в этом году они хотят попробовать поучаствовать ну во первых в соревнованиях пал будут проходить отбора и сейчас к этому моменту мы конечно же готовим им лодку заранее забронировали места в нашем сервисом центре договорились все здорово заехали так привальный брус это на волжанке можно заказать был такую опцию было востребовано определенные моменты длина 5 7 метра мощный борт огромный просто-напросто двигатель сзади установлен понятное дело что он больше некуда его устанавливать 140 лошадиных сил suzuka такой моторчик по левому борту установлен трат вот по правому борту ничего нет ну в общем это в общем и не смущает значит установлен point 1 выносной фильтр сепаратор это то что с чем сейчас ребята приехали конечно мы видим установлена перегородка задняя который мы будем сносить и делать ровную фиш платформу в такой большой при большой лодке у понятно швартовые утки здесь идет видимо ходовой тент либо стояночный либо ходовой тент вот так это все выглядит очень классная пленка на борту очень интересная с хорошим дизайном с хорошим рисунком агрессивно сервисе прокатись начали заниматься определенными работами и вот так вот это все выглядит сняли полы давайте смотреть сейчас туда залезем посмотрим как у нас все это дело выглядит лодка живет постоянно на воде консоль вот я вижу уже в чечевиц все квинтет вот она была бурайдером это соответственно две консоли без передней фиш платформы то есть то что мы как раз будем создавать здесь были два сиденья которому уже демонтировали и так что же мы видим ну во первых это пена мы выясним на самом деле вот эта лодка была ли она запенена на заводе или это уже какой-то из владельцев потому что наш заказчик он не первый владелец этой лодки была ли она запенена на заводе и скажем так либо это кто-то из каких-то владельцев это предыдущих сам пенел это очень интересный момент значит вот этот бак топливный бак который как раз установлен по центру лодки на такой большой литров наверное там на 115 на 120 могучий бачок причем вентиляцию бака мы видим с вами она пошла вот вперед вот туда она пошла под консоль и наружу выводится вот вот так это сделано вообще в принципе достаточно грамотно причем бак не имеет каких-либо крепежных элементов и зафиксирован только с помощью пены но опять же за это время могло все развалиться это просто состояние лодки который мы хотим вам показать внутри этой лодки такие классические консоли здесь у ребят работает 12-дюймовый лауренс приборы контроля кнопки управления пульта suzuki консоли музыка в общем-то как бы вроде как и для покатушек но вроде как и под рыбалку здесь вот так вот сделан под магнитолу в общем-то на алюминиевом скотче ну так бывает пошли дальше вперед так передняя часть нас выглядит сейчас вот таким вот образом сегодня 21 января к нам эта лодка вчера приехала и мы в общем то дабы не терять время занялись ее разработкой все сейчас по срезаем и сделаем здесь переднюю палубу покажем какие наши мысли мысли заказчика нашего можно сказать так что силовой элемент сохранился за шесть лет изнасилования по-другому наверное не могу назвать этой лодки вот глядя на это состояние вот я вижу что силовой элементов остался он не трещит не по швам ничего не отвалилась нигде все у него хорошо и трещина нем нету на другой стороны конечно от моем еще разочек и посмотрим вот стекло например вот в таком состоянии то здесь уже все вырвано давным-давно здесь просто в хлам просто в хлам конкретный но стекло это под замену будет мы будем заказывать в компании либо лодка 44 либо еще какой-то закажем новые стеклышко сделаем высокое его повыше и интегрируем его сюда пошли дальше ну понятно в лодке воняет просто плесенью конкретнейший мы это уже на эту же обратили внимание вот что у нас с пеной вот что у нас с пеной это видно да то есть вот вся вот это вот шесть лет нанесенный назад пена все полы просто-напросто мокрая то есть я не знаю сколько здесь веса набрала эта лодка но вот такая вот пена такое нанесение пены который происходило ранее наверное да без герметика там или без мастики она привело к тому что вот это просто в лодке стоит вода она не сливается чем здесь по центру на кили очень мало воды ну практически нету его да здесь блоки плавучести вот ужас какой болото реально болот то есть все это дело мы будем доставать убирать и конечно же менять блоки плавучести попала к нам сервис волжанка 57 скрыли полы вот такое состояние лодка в отличие от последующих вариантов запенено везде стоит вода в том числе и в пене вот здесь вот стоит вода и соответственно если ногой понажимать то вот такое вот дело происходит то есть пена полностью напилась воды не знаем сколько здесь лишних килограмм будем все это удалять менять блоки плавучести вода стоит везде вот как она вот отсюда вот из полостей в пене может пусть и не очень понятно соответственно она стоит там и потихоньку впитывает здесь уже благодарит вам все сгнило тут пена сгнила все так вырезали один кусочек блока плавучести из пены для интереса по весу весит немало сейчас посмотрим сколько на самом деле ну вот кусочек пены массой в 5 килограмм вот на данный момент из 22 блоков 3 вырезали и масса четко вот по 5 килограмм прямо вешаем каждый в принципе вот три блока стоят вот их масса 15 килограмм 3 блока таких 22 в лодке либо мы будем использовать целлофан сейчас посмотрим я даже еще пока не представляю сейчас свяжемся с владельцем с нашим вот либо мы будем использовать ну целлофан блоки плавучесть который использует классическая волжанку либо задуем заново пены другой свежий которая как раз в общем позволит сохранить этой лодке плавучесть тишину в первую очередь хода по волне да и в общем то иметь нормальный функционал как говорится вот эту заднюю перегородку мы будем убирать срезать делать нормально полноценную палубу с двумя сиденьями складными ну скорее всего то есть такие пока задумки вот сейчас посмотрим как это все пойдет вот электрику конечно же будем перекладывать потому что ужас какой-то тут по электрике был от предыдущих владельцев либо от предыдущих сервисов тут конечно такой трешак провода pvs я смотрю тут используется тут то есть в общем короче чудо чудное дивы дивные в общем-то тракеры не самое худшее что может быть хотя здесь силовой набор очень крепкий и еще раз повторюсь вот эти вот изнасилование этой лодки которые были лодка выдержала это самое главное заливная горловина крепление бака на этой лодке мы так понимаем был вас длина только за счет пены потому что бак я стал так что это не профессиональный подход такое ощущение как будто вот просто дунули пену не на заводе а просто вот пену где-то в гаражах не знаю будем узнавать как раз посмотрим проконсультируемся может быть нам что-то кто-то подскажет будем разбираться а сейчас покажу вам в общем-то фанеру который сняли отсюда да и что произошло с этой фанеры за шесть лет вот на самом деле фанера которую мы достали из этой лодки вот тут кусочками всевозможными она была обшита море декам фанера здесь состояние конечно понятно все дубовые уже то есть все высохло а самое печальное другое что эта фанера начала вот так вот расслаиваться он смотрите состояние и она уже вся сгнила за шесть лет лодка постоянно в воде еще раз повторюсь не знаю кто тут клеил в какой год это клеили да то есть вот эта фанера на все сгнила абсолютно значит коллеги друзья из-за сервиса взвесили ее значит и получили следующий вес лист сухой фанеры квадратный весит порядка семи с половиной килограмм ну квадратный метр сухой фанеры такой же толщины семь с половиной килограмм квадратный метр вот такой вспущенной фанеры набитой водой с море деком весит 13 с половиной килограмм то есть мои коллеги сказали что вес текущий вес полов почти 80 там 80 плюс килограмм состояние фанера понятно удручающего то на вся сгнившая то есть это вот вообще просто вот жесть жестко полы с этой лодки кусок фанеры вдвоем еле поднимаем то есть он тоже полностью тропитан водой вот в таком состоянии то есть полы фактически уже сгнили еще один момент сейчас вот этот кусок фанеры его масса 25 килограмм с копеечками поставили на бок из фанеры течет вода все под замену все в помойку заново полы заново фанеру заново море дек готовим лодку вот как раз весы которыми взвешивали то есть в общем вот из нее течет вода ничего не выдумываем ничего не фантазируем просто лодка жила все время на воде и впитала всю эту воду наличие пены неправильно который изготавливали либо неправильно укладывали привело к тому что все это дело начало гнить и самоуничтожаться все что мы показали то есть удручающее состояние лодки показали то что мы хотим сделать воплотить это все сейчас ребята вычищают очищают занимаются разбором этой лодки и стараемся успеть приблизительно к началу апреля будем ее уже выдавать у нас примерно два месяца на эту лодку стекло тенты палубы обшивки синтек и прочим 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 короче работы валом что было сделано значит так как это одна из первых экспериментальных лодок 2013 года от компании волжанка то то время завод и производитель пытались научиться пенить эти лодки соответственно пена которая была на этой лодке изначально установлена на заводе мы ее достали посмотрели на ее состояние поняли что состояние у нее просто труха конкретнейшая полностью напившийся водой за шесть лет тем более последние несколько лет эта лодка просто стояла на воде постоянно фанера которая была в данном случае фактически тоже пошла вся на помойку была полностью заменена в данном случае и обтянута заново хорошим прекраснейшим покрытием очень износостойким под названием mary deck это хорошее и качественное покрытие после того как мы убрали пену стал вопрос какой материал лучше всего использовать для блоков плавучести и конечно же мы пришли к тому что вспененный полиэтилен на текущий момент все таки это самый лучший материал который мы можем использовать для того чтобы во первых сэкономить по времени по деньгам стоимость пены двухкомпонентной все-таки высока вот эта подложка так называемый вспененный полиэтилен как мы доказали уже на наших опытах и на наших видео по затоплению волжанке 46 абсолютно нормально работает на всех лодках что мы выиграли во первых мы выиграли в весе поменявшись пену на полиэтилен мы выиграли порядка если бы это был были бы сухие материалы то мы выиграли бы порядка 40-50 килограмм но связи с тем что пена была полностью пропитана водой мы выиграли порядка 100 килограмм лишнего веса мотору стало жить легче плюс ко всему мы поменяли фанеру который также как стал ранее превратилась в труху набрала вес и была пропитана полностью водой мы выкинули положили абсолютно нормально сухую влагостойку фанеру так как люди берегут себя и берегут свое здоровье для того чтобы скакать уверенно по волнам на такой мощной лодке под таким мощным двигателем мы рекомендуем устанавливать амортизационное решение наш выбор это стойки ерш в данном случае это оцинкованные стойки плюс алюминиевый переходник с прекрасным качеством изготовления стойки идут оцинкованные высота 205 миллиметров цена стойки на текущий момент в районе 13 13 с половиной тысяч рублей в данном случае их установлены две штуки они позволяют очень здорово сэкономить на мануальной терапии на походы к врачам если вы эксплуатируете лодку самых тяжелейших условиях как и планируют делать наши уважаемые заказчики многие знают что серия волжанка 51 53 55 и даже 49 ну и в данном случае не исключение 57 достаточно старая волжанка до имеют некий фальшборд что это себя представляет во первых это внутренний карман который позволяет в себя сложить какие-то вещи к примеру в данном случае могут быть длинные спиннинги собранные спиннинги снаряжены в боевое состояние либо какие-то вещи которые будут укрыты однозначно от внешних осадок один из вариантов и вот для того чтобы привести всю эту лодку в некую единую гармонию мы решили обшить внутреннюю часть этих рундуков в тот же самый материал синтек причем этот материал характерен тем что ну во первых он хорошо моется на вертикальных поверхностях его можно абсолютно спокойно использовать и самое главное что к нему можно прицепить либо джиг головку либо воблер либо какую-то приманку связи с тем что ворс идет стриженный то отцепить эту же приманку от него достаточно легко и проблем никаких в этом заключаться не будет ну и конечно же после того как мы обшили изнутри все карманы синтеком сам бог велел обшить и внутренние части борта тем же самым материалом для того чтобы превратить эту лодку в некую плюшевую классно домашние и самое главное нету никакого позорящего алюминия теперь эту лодку то есть все обклеена все убрана в синтек либо в море дек изнутри эта лодка выглядит просто как мягкая игрушка классная удобная а самое главное что практично еще раз повторюсь использованы максимально практичные материалы которые используются в любых мировых лодках для рыбалки ну теперь самое интересное одно из поставленных задач нашему сервисному центру являлось изготовление и модернизации данной лодки для рыбалки мы должны были изготовить на данную лодку кормовую фиш-платформу в которой будет реализовано во первых аэратор лавил который будет сделан дополнительные рундуки то есть максимально приспособить лодку для удобной рыбалки и для максимального хранения вещей в этой лодке а самое главное функционалом должно было стать еще и перенос определенных вещей в кормовые рундуки и данные кормовые рундуки мы также могли бы задействовать отдых какие-то необходимые вещи в том числе и там не аккумуляторы и якорные канаты и швартовые канаты и даже кранцы и в конце концов коробки с приманками и так давайте посмотрим как это было шевчики что это будет это рамка оратора будет рамка для домика рыбок а теперь посмотрим что у нас получилось а получилось у нас прекрасная платформа на которую можно развалиться поваляться либо в конце концов даже поспать поставить маленькую палатку либо просто-напросто поставив ходовой тент переночевать копите потому что это сделать нельзя она кормовой платформе можно давайте посмотрим внимательно на тот функционал который нам удалось реализовать в такой большой лодке получилось по моему личному мнению очень здорово как говорится все гениально просто и все было изобретено до нас так вот идея для скрытых сидений интегрированных сидений мы взяли у компании нордсильвер и в общем то получилось здесь очень здорово во первых мы пошили заново сиденья мягкие подушки плюс ко всему организовали как раз на таком же механизме откидные сидушки под данными сиденьями у нас организовано два небольших ручка все чинно аккуратно практично все это можно сложить убрать а самое главное здесь комфортно сидеть плюс ко всему по центру у нас остался прекрасный рундук который мы обтянули с двух сторон опять же синтеком здесь у нас лежит кусочек синтека чтобы здесь ничего не побилось никакие приманки или то запаса плюс ко всему организовали здесь комикс самое главное что мы здесь поставили рояльные петли и данные петли нигде не торчат как это вы уже заметили по всем нашим предыдущим показом деталей а совпадает отлично да и так извежу спросил я знаю что отлично друзья ну что продолжаем мы конструировать лодку для соревнований для участия в отборах волжанка 57 назовем ее возрождение легенды я бы так сказал на текущий момент сделали аэратор объемом 150 литров сделали комиксы на нем сейчас сделали могучий каркас для того чтобы это закрепить в лодке посмотрели швы посмотрели набор по дворе ли там где отвалилась вот ну и в общем то сейчас все это хозяйство весь этот каркас для аэратора аэратор все это будем интегрировать и постепенно собирать конечно здесь будут еще сиденья которые будут раскладываться как на стандартных старых там легендах усилен конечно же там транец будет уже усиливается и плюс ко всему формируется каркас под дополнительные рундуки объем лайвала в данной лодке у нас получился 150 литров сделали хороший приямок для того чтобы мусор и вода могла там скапливаться уже полностью от откачиваться специальным насосом сделаем перелив этой системы обязательно у нас будет двухконтурный и в итоге мы будем показывать конечно самим даже интересно что будет в конце этого классного фильма за интегрированными сиденьями за интегрированными сиденьями идет у нас аэратор что у нас из себя представляет сам по себе аэратор во первых это две раздельные крышки различного размера эффективный объем данного аэратора 150 литров сюда может поместиться гигантская рыбина который мы надеемся эти ребята поймают аэратор выполнен в данном случае двухконтурным первый контур нас подает воду в аэратор водоподающие насосы установлены в техническом рундучке который сейчас покажем второй контур также выполнен с помощью принудительной циркуляции воды в аэраторе сделали определенный приемок аэратор выполнен в нашей компании нашими инженерами из приемка и вода принудительно удаляется с помощью насоса за борт естественно поставлены всевозможные сеточки использована оборудование и тут которая подает воду перекачивает воду отсасывает воду в общем-то все чинно аккуратно опять же согласно всем законам и канонам изготовления аэратор с обратной стороны крышки рундуков покрыта у нас с пененым резиной если у нас будет колебаться вода то в общем то тряпка это намокать особо сильно не будет и вода не будет передаваться на переднюю палубу палубу мы сделали из фанеры во первых это дает возможность получить больше шумоизоляцию во вторых толщина материал фурнитура используя опять же повторюсь перка американская компания аэратор мы проверили на утечке утечек нет все в порядке давайте расскажу про технический рундук технический рундук вдоль правого борта был организован как раз технический рундук в нем стоит мойка высокого давления для того чтобы такую красоту конечно же мыть вот так ребята проверяли поэтому вода осталась все хорошо доступ к насосам достаточно простой сюда что-то еще можно сложить в общем то все ну и конечно же основные рундуки для хранения вещей в данном случае мы сделали две большие крышки рундук на самом деле большой поэтому при неком желании можно сюда положить какой-то длинномер либо какие-то коробки например с теми сам приманками жилеты кранцы из рундука организован доступ к датчику топливного бака плюс ко всему шпигатом закрыты все это аккуратно крышками все полы обклеены материалом эридек стенки мы обклеили материалом синтак опять же полностью все сделали с комиксами для того чтобы вода в них не попадала отлив комиксов происходит в трюм дальше вода длинными помпами они не откачиваются в далеком 2013 году компания волжанка даже не задумывалась о том что в потопчинах можно будет сделать дополнительные рундуки но несколько лет назад на самом деле мы первые кто начал их там реализовывать появилась возможность и появились дополнительные места для того чтобы можно было туда например убрать стартовый аккумулятор либо сервисный аккумулятор и даже что-то еще сложить поэтому в потопчинах появились вот такие замечательные рундуки на этих лодках также здесь использованы петли рояльные в рундуке в данном случае разместился небольшой сервисный аккумулятор лиферный плюс ко всему мы реализовали это все с помощью рояльных петель для того чтобы здесь не ударяться пальцами ну и плюс ко всему конечно же наши любимые комиксы рундук функциональный мощный изнутри обклеен дополнительной не тканой тканью внутри на полу моредек и во всех полостях лежит материал для блоков плавучести спине на полиэтилен такой же симметричный рундук как и по левому борту на левой потопщине у нас есть и с правой стороны здесь у нас установлен стартовый аккумулятор есть электропроводка шланги выводы из водоотливных помп на правом крена линия на право потопщине практически близко к трансу над самим по себе датчиком мы установили электромагнитный компас лоуренс point 1 это сделано для того чтобы можно было на малом ходу абсолютно точно позиционировать то место где вы нашли коряжку либо какую-то бровку в данном случае используется электромагнитный компас как сказал ранее и рыба поисковый прибор лоуренс и здесь 12 на транса изначально стояла одна маленькая небольшая площадка для датчика эхолокации нам пришлось ее срезать и поставить из капролона новые площадки которые мы сделали в нашем сервисном центре и они у нас получились достаточно большого размера для чего это сделано во первых можно двигать датчики относительно текущего местоположения и ребята попросили сделать их максимально большими то есть данная площадка на самом деле может вместить себя от двух до трех датчиков для приборов эхолокации никто же не знает каким образом вырастет количество рыбу поискового оборудования в это лот но одной площадкой дело не кончилось конечно же мы поставили вторую и на данной площадке в настоящий момент установлен датчик от raymarina dragonfly 7 на той площадке установлен т.м. 150 плюс датчик от структур скана 3d симпатично функционально получилось изменить местоположение датчиков добавить возможность для установки транзюсеров на транец это лодки для двигателя мы конечно же провели техническое обслуживание заменили масла смазки для работ нам пришлось его изначально демонтировать и далее монтировать назад на лодку немножко про ветровую защиту многие знают в нашей стране компанию лодка 44 который занимается изготовлением рамок плюс остекление на различные лодки является даже как это говорится красиво оем поставщиком различных производителей бот производить лодочных и в данном случае наши заказчики также не смогли отказать себе в этом супер предложение и мы сняли замеры рамки который необходимо было изготовить данной компании отправили все их на завод компании лодка 44 и в ответ мы получили вот такое классное решение высокая с нормальным углом атаки на предыдущих роликах и на предыдущих видео когда мы разбирали демонтировали эту лодку видно состояние оригинального стекла который она превратилась за шесть лет рамка вся полопалась стекло потрескалась вылетала ужас ужасный максимально дискомфорт я не знаю вообще как передвигались люди но теперь есть стопроцентно нормальная защита высокое остекление красивая рамка подходящий в тонкой этой лодке функционал нормальная открывающаяся дверца мощные опоры ну и конечно высота достаточной для того чтобы можно было сидеть на амортизационных решениях и ветер вам не задувал в макушку по моему хорошее решение недорогое для такой большой хорошей и широкой лодки здорово дорогие друзья надеюсь я вас не утомил своим долгим интересным рассказом про эту лодку волжанка 57 которую фактически мы создали с нуля ждем ваших комментариев ваших советов ваших предложений под нашим видео ко всем будем прислушиваться как многие видят все то что вы нам рекомендовали в предыдущие разы находят воплощение в наших работах в нашем сервисном центре я очень надеюсь что в ближайшее время мы побываем на водоеме с владельцами этой лодки запишем еще одно видео потому как эта лодка будет теперь эксплуатироваться насколько она стала удобно я уверен что наши доработки это видео позволит нашим заказчикам все-таки дойти до финала пронглер слег ведь в этом году 2020 они собирались участвовать в отборах данных соревнований я уверен что доработки нашего сервисного центра помогут им в этом ну а вы наши дорогие подписчики знаете сами что делать ставить лайки писать комментарии нажимает на уведомление с вами был или владимир компания прокатись точка ру пока